МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Упаковка для региона. Как Чувашский герб способен привлечь инвестора и туристов в республику? Со школьной скамьи на университетскую без ЕГЭ. Столичные старшеклассники каждую субботу могут почувствовать себя студентом. Сделано в Чувашии, сделано с душой. Цивильская семья готова своими валенками согреть всю Россию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня избранный глава Чувашии провел четыре рабочие встречи. Одна из них состоялась с руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, депутатом Госсовета Чувашии, главным врачом Федерального центра травматологии Николаем Николаевым. Михаил Игнатьев рассказал об основных задачах, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед руководителями субъектов Федерации в ходе прошедшей накануне в Сочи встречи только что избранных глав регионов. В Рио главы Чувашии также дал положительную оценку деятельности Николая Николаева как руководителя общественной приемной и Федерального центра травматологии. У вас работа эффективно ведется, хорошо поставлена. Мы обратились, я сам лично обратился к жителям Чувашии, чтобы представили, формировать народную программу. И то, что по линии «Единой России» и «Приемные» обращались, вот эти предложения сейчас, которые вы комплексно уже собрали, оценили, все те предложения мы тоже давайте включаем при корректировке наших действующих уже государственных программ. Я считаю, что это достаточно важный элемент диалога между жителем нашей республики, властью, потому что иногда бывают такие случаи, что не всегда люди какой-то быстрый отклик находят в лице муниципальной власти. И тогда они приходят к нам. И мы, когда имеем возможность связывать разные структуры, разные органы власти, муниципальные, республиканские, включать какие-то другие общественные организации, тогда вот этот кумулятивный эффект, он дает, конечно, себе знать. И многие вопросы решаются. У нас процент решенных вопросов по общественной приемной где-то 30-35 процентов. Это тоже немало, с учетом того, что все-таки по сложности эти проблемы, они непростые. Вот то, что касается вообще в целом предвыборной кампании, то я считаю, что, мне кажется, вот в этот период времени реализовалось соединение всего нашего прогрессивного, всех прогрессивных сил Чувашского общества, потому что все прекрасно понимают, что республика у нас одна, столица у нас одна, да, и я думаю, что вот эти встречи показали, что все любят свою малую родину. Как можно упаковать целую республику? Участники сообщества предпринимателей «Бизнес-молодость» решили применить рекламные идеи не только относительно товара, но и региона. Как использовать сложившийся образ, обсудили сегодня Михаил Игнатьев и основатель сообщества Михаил Дашкиев. Идея пришлась по вкусу, и нужный образ быстро нашелся. Если присмотреться, верхняя часть герба республики образует стилизованное сердце. Самый простой и доступный способ рассказать всему миру, как жители регионы любят свою малую родину. Основной посыл как лучший город и лучшая республика для жизни и предпринимательский оазис. Михаил Игнатьев поблагодарил авторов идей за работу, отметив, что предприниматели из других регионов проявляют большой интерес к Чувашии. Много интересных проектов реализуют и московские бизнесмены, выходцы из нашей республики. Михаил Дашкиев сообщил, что к нему уже поступают запросы на использование упаковки и для печатной продукции, и для оформления сайтов, и в электронных ресурсах. И это лишь один из этапов позиционирования Чувашии как региона комфортного для ведения бизнеса. Мне кажется, было бы интересно сказать, что Чувашия является местом безопасным и удобным для жизни. Ну и многих интересует вопрос образования. Безусловно, я бы хотел, чтобы Чувашия ассоциировалась с местом, где очень высокий уровень начального и среднего образования. Конкретные бизнес-идеи и планы на будущее Михаил Игнатьев обсудил с предпринимателем Владимиром Ермолаевым. Под его руководством реализуются несколько проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и строительства. Контрафактная продукция – одно из главных препятствий развития отечественного производства. О несоблюдении стандартов качества в отдельных отраслях создает угрозу здоровью и жизни людей. Для решения этой проблемы в регионах России, в том числе и в Чувашии, создана комиссия по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции. 450 миллионов пар обуви продается на территории Российской Федерации. 70 миллионов из них – отечественное производство. Около 110 миллионов пар завезено из-за рубежа. Остальные 270 миллионов пар появляются на рынках контрафактно. Однологичные ситуации возникают в автомобиле и сельхозмашиностроении, где треть комплектующих являются незаконными. Наличие такой продукции забирают у добросовестных производителей значительную долю внутреннего рынка. В Чувашской республике также выявляются факты реализации контрафактно, как я сказал, как в пищевой, так и в промышленности. Проводятся оперативные и надзорные мероприятия по пресечению реализации. В текущем году совместно с ВД проведены ряд рейдов в отношении реализации как к алкогольной продукции. Опять же, есть признаки подделки. Предприятие электротехнического кластера особенно беспокоится об интеллектуальной собственности. Наличие товарных знаков, деловой репутации, штрих-кодов, патентов помогают, но не всегда. Недобросовестные компании находят лазейки в законах. В нашем случае, 10 сентября 2013 года, открывается предприятие, там в том числе участвуют бывшие наши работники, используют нашу техническую документацию. Через 6 дней после регистрации получают сертификацию соответствия на сложную электротехническую продукцию. На самом деле, только сертифицировать его надо где-то месяца 2-3 после обращения в сертификационный центр. Для разработки и начала производства, и изготовления хотя бы опытных образцов для сертификации нужно не менее 2-3 года. При этом, имея при этом определенную научно-техническую базу, кадровый потенциал, лабораторию, оборудование, тем не менее, вот я говорю теперь про правовые такие пробелы, данные о мошеннике, я вот так прямо скажу, организовывать предприятие и уже, получив сертификат под своим названием, продает эту продукцию. Пострадавшее предприятие решает рассказать о данном случае своим заказчикам, чтобы уберечь их от некачественных решений. Но фирма-конкурент подает заявление о факте недобросовестной конкуренции в антимонопольную службу. Суд признает ответчика виновным. И это не единственный случай. По данным Министерства внутренних дел, за 2015 год выявлено 16 преступлений, а также вынесено 49 административных правонарушений по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров и нарушение авторских прав». Участники Республиканской комиссии по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции намерены в ближайшее время разработать комплекс мероприятий, который поможет защитить рынок от контрафакта. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. Дороги с высокой степенью износа в Чебоксарах ремонтируют по новой технологии. Ресайклинг довольно распространен в Европе. Однако и у нас его уже применяли. В прошлом году таким методом была отремонтирована улица Орлова. Результат – хорошее дорожное полотно сохраняется до сих пор. И городские власти решили использовать технологию на улице Богдана Хмельницкого. Ресайклинг или метод холодной регенерации не совсем похож на привычные дорожные работы. Старое покрытие в данном случае не снимается. Предварительно на дорожном полотне равномерно распределяется щебень. Далее в работу вступает ресайклер. Внутри у нее барабан. Барабан крутится и подается автоматически эмульсия. Он заходит в основание дороги. И все это вместе он превращает в одну смесь. И после укатки становится жесткий скелет. После работы ресайклера остается лишь постелить асфальт в два слоя. Такой метод подходит только для тех дорог, у которых сильно изношена дорожная одежда. И им уже не поможет замена верхнего слоя асфальтобетона. Это своего рода альтернатива полной реконструкции. Замена асфальтобетона стоит около 1 тысячи рублей за квадратный метр. Здесь это стоит около 2 тысяч за квадратный метр. Если бы мы эту дорогу стали строить заново, убрали бы все, завезли бы песок, щебень. По технологии это было бы более 5 тысяч рублей за квадратный метр. То есть для данного участка это наиболее эффективная методика. Стоимость ремонтно-строительных работ на улице Богдана Хмельницкого составляет 51 миллион рублей. Они продлятся до середины октября. Пока администрация не планирует перекрывать дорогу полностью. Во время установки бордюрных камней и до нанесения асфальта она будет свободна для движения. Дополнительных полос на ней не планируется, однако будет расширен перекресток Богданка-Фучика. После этой улицы ресайклер отправится на Ярославскую и Энгельса. Здесь уже проведены предварительные работы. Энгельса и Ярославскую тоже решили не расширять. У нас хотя есть проект, стоимость проекта более чем 700 миллионов рублей. А сегодня мы можем отремонтировать за 100 миллионов. Оставшиеся средства город планирует вложить на строительство новой дороги. От пересечения улиц Цивильской и Гагарина в сторону речного порта. Анастасия Алексеева, Расиль Мухаммедов, Республика. В нашу жизнь входит новое понятие – университетские субботы. Что это такое и чем они могут быть интересны? Ответы на эти вопросы знает моя коллега Юлия Важенина. Ответить на вопрос, с кем стать в будущем чебоксарским школьником, в эту и последующие субботы помогут в главном университете Республики. Более сотни лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий проведет вуз для всех желающих. Особое внимание старшеклассникам. Они смогут увидеть, чему учат и к какой жизни готовят в учебных заведениях. И определиться с профессиональным выбором. Откуда появилась теория большого взрыва, что такое звездная пыль и как возникла жизнь на Земле? Найти ответы на эти и другие вопросы можно уже завтра. Первая открытая лекция в рамках проекта пройдет 19 сентября на базе химико-фармацевтического факультета. Мы сведем к популярному изъяснению. Потому что я думаю, что всех этот вопрос страшно интересует. Ведь самая большая тайна, которая есть, это как все возникло. Нам есть что показать. Мы хотим увлечь всех заниматься химией, потому что сами ее обожаем. Пока есть школьники, которые ходят на университетские субботы. Россия будет первой страной в мире, я думаю. Каждую субботу ровно в 14.30 у вас есть возможность почувствовать себя настоящими студентами и вживую пообщаться с ведущими профессорами университета. Кстати, обучение в рамках проекта «Университетские субботы» абсолютно бесплатное. Главное – успеть записаться. На сайте управления образования открыли баннер для электронной записи школьников. Буквально за полтора-два дня у нас записалось более 90 человек. Я думаю, администрация вуза в дальнейшем может предоставить поточную аудиторию, потому что желающих очень много. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора ОАО «Чуваш Автодор» Якова Федорова и директора ОАО «Регион Дормаш» Азата Басырова вступил в законную силу. Яков Федоров признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере по трём эпизодам. И в покушении на мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, также по нескольким эпизодам. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Следствие установило, что Федоров совместно с другими соучастниками похитил средства, выделенные Чувашавтодору из федерального бюджета на реконструкцию участка трассы М7 «Волга» путем заключения от имени акционерного общества фиктивных договоров субподряда и оказания услуг фирмами-однодневками. Таким образом, были похищены более 43 миллионов рублей. Также было установлено покушение на хищение средств совместно с директором ООО «Регион Дурмарш» Басыровым, которому суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 200 тысяч рублей. 18 сентября вечером и в субботу 19 сентября пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Подобные рейды в республике проводятся регулярно. Только за 8 месяцев в республике с участием нетрезвых за рулем произошло 124 ДТП. Пьяный за рулем – угроза жизни. По данным ГИБДД Чувашской республики, ДТП по вине нетрезвых водителей случаются в любой день. Но больше всего – выходные. Так, по статистике, в субботу происходит до 30 аварий, в воскресенье – примерно столько же. Всего за 8 месяцев сотрудниками ГИБДД за управлением транспортом в состоянии опьянения задержано более 3,5 тысяч водителей. Возбуждено 54 дела. ГИБДД по Чувашии обращается ко всем неравнодушным. Если вы заметили пьяного за рулем, звоните 62-0022 или 02. Чувашский край богат народными промыслами. Это и резьба по дереву, и вышивка, и гончарное искусство. Особое место занимает валяние валенок. В преддверии холодного сезона это ремесло приобретает особую актуальность. Наша съемочная группа побывала в Цивильском районе и посмотрела, как сейчас делают валенки. Во дворе у семьи Федоровых развернулось настоящее производство. Вячеслав Васильевич и Раиса Николаевна вот уже 15 лет занимаются валянием валенок. Начинали с детских пар. Сейчас ассортимент широк. Мастерят валенки и тапочки всех типов. Особо спрос на последние, так называемые валюшки. Нога сама их находится, сама одевает. Они очень легкие, лечебные. Это шерсть натуральная. Потому что, почему лечебные? Все лето овцы на солнце. Энергия солнца передается на шерсть. Из шерсти валяем валенки, тапочки. Валяем как? Без кислоты, без краски, без купороса. Для изготовления используют только осеннюю шерсть. Она, в отличие от весенней, более жесткая и сухая, что позволяет изделию отлично держать форму. Для тапочек требуется около 400 граммов шерсти. В основном используют серую. После придания формы будущий валенок необходимо смочить, чтобы шерсть стала чистой и как следует слипалась. Теперь можно валять валенок. Нажимаем сильный, катаем так. Для получения формы. Меняем движение. Вот так, вот так. На уже готовую форму надевают специальные колодки и оставляют обувь сушиться. Процесс сушки занимает около суток. После декорируют валенки и тапочки. В течение дня производят около семи пар обуви. Продукцию реализуют не только в Чувашии, но и в соседних регионах. У нас в Москву ездят торговать. Вот, оптом забирают. И на рынок выходим иногда. И с рынка там забирают. Ну, без дела не сидим. Постоянно это заказы. Любовь покупателей к валенкам супруги объясняют просто. Обувь не только теплая, но и лечебная. И самое главное, сделана с душой. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чебоксарах, в Центре современного искусства, открылась выставка, посвященная 55-летию художественно-графического факультета Чувашского государственного педуниверситета. Увидеть творческие и дипломные работы студентов в ВУЗа отправилась наша съемочная группа. Лучшая оценка многолетней работы – разнообразное творчество там учившихся. Впервые худграф открыл свои двери в далеком 1960 году. За это время образование там получили более 4,5 тысяч студентов, многие из которых теперь сами преподаватели, известные художники. Представлены работы последних, скажем, 5 лет, дипломные работы по разным направлениям, по разным специальностям и профилям подготовки. И по работам можно судить, что факультет сейчас является очень многопрофильным. Здесь готовят учителей изобразительного искусства, готовят дизайнеры, педагоги профессионального образования, готовят художников-живописцев и художников-керамистов. Дарья Москвина закончила факультет в этом году. Ее дипломной работой были костюмы. Итогом моей выпускной квалификационной работы была коллекция Клеоптера. Она означает в переводе «жуки» с латыни. Поскольку мы педагоги, надо основываться на работе с детьми. Из-за этого макрама развивает мелкую моторику и вообще хорошо влияет на детей. Из-за этого я в своей дипломной работе решила такое применить. Студенты, преподаватели, поклонники живописи, друзья и близкие участников выставки, Центр современного искусства вместил всех, кто долгие 55 лет создавал этот особый мир. Мир красок и образов. Преподаватели все как один говорят, что их главная гордость – это студенты. Алексей Табинов, Расиль Мухаммедов, Республика. К новостям спорта. Уже завтра хоккейный клуб «Сокол» вступит в борьбу за главный трофей первенства высшей хоккейной лиги России. Что касается кубка, он уже находится в ледовом дворце Чебоксары-арена. Те, кто посетит первую домашнюю игру «Сокола», кроме огромного заряда эмоций, получат возможность сфотографироваться с главным трофеем соревнований. Буквально пару недель назад этот практически 20-килограммовый гигант вышел из печи. А уже завтра будет радовать глаз игроков и болельщиков, пришедших на первый матч «Сокола» в первенстве ВХЛ. Начало игры в час дня в ледовом дворце Чебоксары-арена. Надеюсь, что в этом дворце ваш любимый «Сокол» будет приносить вам радость, будет приносить вам победы, учитывая его хоккейную историю. Надеюсь, что вот этот кубок, который сегодня вам представлен, будет разыгран на этой арене финальной серии. Хочется надеяться, что команда не подведет. Молодая команда, при поддержке наших зрителей, которые знают толк в хоккее, понимают хоккей, успешно дебютируют на этом турнире. В первой же игре «Соколу» придется столкнуться с достаточно серьезным соперником – смоленским Славутичем. Кстати, главный тренер команды гостей Сергей Королев когда-то сам выступал за «Сокол». Однако надеяться на его снисхождение не приходится. Да нам это и не нужно, утверждают в штабе «Сокола». Команда «Сокол» сейчас тренируется под руководством очень, я считаю, профицированного тренера с огромным опытом и игровым опытом, и тренерским опытом, Владимир Геннадьевич Синицын. Я, в частности, очень рад, что он откликнулся, возглавил нашу команду. Я думаю, успехи, они не сейминутные, но поступательные они будут. И ребята будут выкладываться на каждой игре от начала до конца. Владимиру Синицыну пришлось нелегко. Он принял обновленную команду, игроки которых в прошлом сезоне играли в 17 разных хоккейных клубах. Завтра команда «Сокол» выступит в составе из 20 человек. И все они ждут своего зрителя. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Кто такие IT-специалисты? Как сменить оператора связи и сохранить номер телефона? Способна ли музыка сама подстраиваться под вкус слушателя? И могут ли котики повысить работоспособность сотрудников компании? Смотрите программу «Айти не обойтись» сегодня в 21.00. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия» и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин